Всем привет! Меня зовут Александр Кулик и это автомобильные новости на седьмом канале. Программа, в которой мы рассказываем об автомобилях не сухим языком цифр и терминов. Сегодня в выпуске. Новая рубрика «Найдено в гараже». Топ самых дорогих авто женевского автосалона, первый серийный летающий автомобиль, внедорожник «Махиндра» для американского рынка и электроскутер «Юджет». Уже совсем скоро на дороге города массово выйдут многочисленные мопедисты и скутеристы. Или хрустики, как их ласково называют водители, особенно большегрузного транспорта. Но не о культуре вождения и автомобилистов, и мотоциклистов хочу сейчас поговорить. А о том, что в ногу со временем идут не только производители электрокаров, а и создатели электрических скутеров. Думаю, такие мопеды вряд ли появятся в большом количестве на наших дорогах в силу своей немалой стоимости. Но не рассказать вам об электроскутере, для которого практически заново изобрели колесо, я не могу. На первый взгляд может показаться, что электрический скутер «Юджет» мало чем отличается от существующих моделей. Однако под футуристичным дизайном скрывается достаточно много преимуществ. Новое, полностью подключенное двухколесное транспортное средство сплошь состоит из инноваций, таких как орбитальные колеса, корпус из магниевого сплава и покрышки из углеродного нановолокна. «Юджет» представляет собой постоянно расширяющееся семейство складных скутеров, которые призваны улучшить городскую мобильность. Вместе с тем он имеет ряд существенных отличий. Например, сразу бросается в глаза метод крепления переднего и заднего колеса. Вилка держит их только с одной стороны. Это придает скутеру необычный внешний вид и, по словам производителя, позволяет собирать его всего за пять секунд. Эксцентричная конструкция и рама из карбонового волокна помогают удерживать 35-сантиметровым колесом весь электроскутер. Колеса оснащены встроенной подвеской и дисковыми внушительными тормозами. Более того, в заднем колесе находится мотор мощностью 5,4 л.с., который позволяет скутеру ездить на расстояние до 150 км на одном заряде и подзаряжать батарею за счет рекуперативного торможения. Такие оригинальные хай-тек колеса требуют соответствующих шин. Поэтому в новой модели был использован особый состав резины, укрепленный внутренним покрытием из углеродных нанотрубок 2Bell. Производитель утверждает, что они являются самыми легкими шинами в классе и значительно улучшают сцепление как на мокром асфальте, так и при езде по бездорожью. Как заявляют разработчики, максимальная скорость электроскутера U-Jet составляет 45 км в час. Кроме того, предлагается две модификации с литий-ионными батареями разной емкости. Базовая с запасом хода до 70 км и расширенная с дальнобойностью до 150 км. Зарядка небольшого аккумулятора займет от 1,5 до 3 часов, а более емкого от 3 до 6 часов. Он встроен в сиденье и легко снимается для удобной транспортировки, например, к зарядному устройству, расположенному в доме или квартире. Также скутер имеет несколько интересных дополнительных функций. Встроенную фронтальную HD-камеру для записи видео, светодиодные фары, оснащенные интеллектуальным управлением регулировки яркости в зависимости от окружающего освещения и, конечно же, полную интеграцию со смартфоном. Кроме того, в U-Jet есть система защиты от кражи, предупреждающая владельца о попытке угона. Выход на рынок новинки ожидается уже в начале 2018-го. Стоимость электрического скутера в начальной комплектации составит 8900 долларов и 9900 долларов за более производительную модель. В этом выпуске автомобильных новостей мы презентуем новую рубрику, которая станет постоянной в нашей программе. Я в этом уверен, потому что новости о том, что в каком-то заброшенном паркинге или сарае нашли очередной раритетный автомобиль или даже целую коллекцию таких машин появляются почти каждый день. Итак, рубрика «Найдено в гараже». Сотрудники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, нашли в заброшенном гараже недалеко от Хартфорда классический Mercedes-Benz 190 SL, образца 1962 года. Автомобиль простоял без движения последние 44 года. За это время в его моторном отсеке успела поселиться семья опоссумов. Искателям пришлось хорошенько попотеть, дабы заставить зверьков сменить привычное жилье. Найденный спорткар – это машина с заводским индексом V-121 в кузове Roadster и некогда ярко-красным цветом кузова English Red. Судя по наклейке на лобовом стекле, последний раз автомобиль проходил техобслуживание в 1974 году в штате Флорида. Mercedes-Benz 190 SL доставили в автомастерскую, отмыли и уже отправили новому владельцу. От стареньких, но дорогих переходим к новым и очень дорогим автомобилям. На Женевском автосалоне, который проходил с 8 по 18 марта, всему миру, а особенно состоятельной его части, было чему удивляться и на что обратить внимание. Продолжаем подборкой самых дорогих авто Женевского автосалона 2018 года. В рамках Женевского автосалона состоятельным швейцарцам, олигархам из Восточной Европы и арабским шейхам показали, на что можно потратить парочку миллионов долларов. Нетрудно догадаться, дороже всего стоят штучные автомобили, которые в подавляющем большинстве относятся даже не к сегменту суперкаров, а к классу эксклюзивных гиперкаров. Если отбросить дешевки порядка 1 миллиона долларов, в Женеве показали 6 машин стоимостью порядка 2-3 миллионов. Правда, даже при наличии этой суммы купить самые дорогие автомобили весьма проблематично. Все они имеют небольшой тираж и раскуплены по предварительным заявкам. Итак, Хеннесси Вином F5. Цена 1 миллион 600 тысяч долларов. Американский гиперкар оснащен зверским мотором V8 7.4 Твин Турбо, мощность которого составляет впечатляющие 1622 лошадиных силы. Разгон от сотни до 300 км в час меньше, чем за 10 секунд. Заявленная максимальная скорость 484 км в час. Тираж 24 экземпляра. Zenvo TSRS. Цена 1 миллион 800 тысяч долларов. Датский гиперкар адаптирован для дорог общего пользования, но выглядит и едет не хуже трекового. Он оборудован улучшенным 5,8-литровым мотором V8, который выдает 1193 лошадиных силы и разгоняет авто до сотни за 2,8 секунды, а до 200 км в час за 6,8 секунды. Максимальная скорость 325 км в час. Königsegg Regera 2018. Цена 2 миллиона долларов. Шведский гиперкар оснащен гибридной установкой суммарной мощностью 1500 сил. От ноля до сотни Regera может разгоняться за 2,8 секунды, а до 200 км в час за 6,6 секунды. До 300 за 10,9 секунды, а до 400 км в час за 20 секунд. Ital Design Zero Uno Duarte. Цена 2 миллиона 300 тысяч долларов. Купе Ital Design Zero Uno разошлось тиражом в 5 экземпляров, каждый из которых обошелся покупателям в 1,6 миллиона долларов, а вот открытая версия Duarte, скорее всего, будет стоить минимум 2,3 миллиона. Roadster имеет V10 объемом 5,2 литра, который обеспечивает разгон до сотни за 3,2 секунды и может разгонять авто до максимальной скорости 320 км в час. Bugatti Chiron Sport. Цена 3 миллиона 300 тысяч долларов. Модель предназначена для тех богачей, которым всегда и всего мало. По сравнению с обычным Chiron, версия Sport на 18 килограммов легче. У нее даже дворники из карбона. Chiron Sport дороже почти на 300 тысяч, но при этом не отличается по динамике и мощности. Те же 1500 лошадиных сил. Зачем платить больше, как уверяют в Bugatti, за более точное и быстрое прохождение связок поворотов. Fenir Super Sport. Цена 3 миллиона 400 тысяч долларов. Арабский гиперкар Fenir Super Sport с полностью карбоновым кузовом по праву считается одним из самых дорогих в истории автопрома. Общий тираж 25 экземпляров. Автомобиль оснащается 900-сильным мотором от немецкой компании RUF, который обеспечивает разгон от 0 до 100 за 2,7 секунды. Максимальная скорость 400 километров в час. Да, в этом году на Женевском автосалоне чего только не презентовали. Даже летающий автомобиль. Да-да, вы не ослышались. Первый серийный летающий автомобиль, который может купить любой желающий. Только представьте, на такой машине вам не придется стоять в этих бесконечных одесских пробках. Вы сможете перелететь все перекрытые на реконструкцию улицы и никакой ремонт теплотрассы на Канатной вам не будет страшен. Правда, есть один нюанс. Цена этого чуда техники начинается от 399 тысяч долларов США. И, как сказал один мой знакомый, дайте мне эти деньги и я куплю себе дом на Шри-Ланке и тоже не буду стоять в одесских пробках. Гениальная мысль, между прочим. Подробнее о летающем авто в следующем сюжете. На Женевский автосалон привезли серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty. Он уже доступен для заказа по цене от 399 тысяч долларов. Проект PAL-V разрабатывали около 10 лет. Двухместное транспортное средство достигает 4 метра в длину и 2 в ширину, а его масса – 665 килограммов. Для передвижения по земле PAL-V Liberty использует 100-сильный двигатель, разгоняющий его до 160 километров в час. Подготовить PAL-V Liberty к полету можно за 5-10 минут. У него раскладываются несущие и толкающие винты, а также хвостовое оперение. Получается некое подобие вертолета или автожира – гибрида самолета и вертолета. В воздухе включается более мощный 200-сильный мотор. С ним можно разогнаться до 180 километров в час и подняться на высоту в 3500 метров. Топлива хватит, чтобы пролететь 500 километров, причем можно заправлять как бензин, так и этанол. Для взлета хватит участка дороги длиной 200 метров. Тем, кто хочет поскорее купить летающий автомобиль, предлагают взять более дорогую начальную версию – Pioneer Edition за 599 тысяч. Такие PAL-V Liberty выпустят в первую очередь, причем у них улучшена отделка салона и комплектация побогаче. Продолжим вновь ставшей актуальной темой непогоды. Уже думали все – перезимовали, весна идет, весне дорогу. Но нет. Рано расслабляться и подставлять свои лица теплому весеннему солнцу. Вместо этого многим вновь пришлось подставлять свои плечи холодному корпусу застрявших в снегу автомобилей, дабы вытолкать их из заносов. Ну а как с этим обстоят дела на Западе? Например, в США. Там же тоже снег не редкость. Американская компания Track&Go представила систему, которая за считанные минуты модернизирует авто для движения по снегу или грязи. Это подобие обуви для человека. Авто обувает на свои шины дополнительные гусеницы, а зажатое между двумя роликами колесо вращает саму гусеницу и позволяет автомобилю выезжать из самых заснеженных мест. Разработчики утверждают, что водитель даже не почувствует изменений в управлении. На снегу машина разгоняется до 65 километров в час. Стоимость полного комплекта таких шин 25 тысяч долларов США. Автогерой нашего следующего сюжета, чей прародитель, армейский Уиллис, когда-то прибыл в Индию из США, точно без проблем справился бы с сугробами на наших дорогах. Но вряд ли мы увидим его в Украине. Почему? Расскажем далее. Внедорожник «Махиндра Роксор» создан для США, выпускают его там же. Новинка построена на базе внедорожника «Махиндра Тар», который, в свою очередь, является модернизированной копией армейского Уиллис CJ-3B образца 1953 года. Выпуск «Роксора» налажен в Штатах на заводе «Махиндра Автомотив Норс Америка», расположенном в городке Оберн-Хиллс, недалеко от Детройта. Это новое предприятие. Индийский концерн открыл его в ноябре прошлого года. Ездить по дорогам общего пользования на «Роксор» нельзя. В компании новинку позиционируют в качестве туристического внедорожника, а также автомобиля для сельского хозяйства. Длина модели равна 3759 мм, ширина 1575 мм, высота 1905 мм. Размер колесной базы составляет 2438, а дорожный просвет – 229 мм. Масса автомобиля – 1377 кг. У машины стальные, кузов и рама, рессоры спереди и сзади. Двери и стекла отсутствуют. Наружные зеркала и тент, выполняющие роль крыши, доступны за доплату. Внедорожник оснащен четырехцилиндровым турбодизелем 2.5 мощностью 62 лошадиных силы, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость ограничена на отметке в 72,5 км в час. Отметим, такой же мотор есть в линейке Mahindra Bolero, доступного в Индии. В США цена Mahindra Rockser начинается с 15 499 долларов. Для сравнения, джип Wrangler нового поколения в Штатах стоит от 27 000 долларов. Кстати, у Mahindra есть еще несколько заводов в США. На одном из них отверточным методом собирают тракторы, машинокомплекты поставляют из Индии. Другой выпускает электровелосипеды и скутеры. На новом предприятии в Обернхиллс индийцы планируют производить 12 000 внедорожников Rockser в год. За пределы американского рынка эта модель не выберется. Между тем, не исключено, что позже на новой площадке организуют сборку кроссоверов SunYong. Корейский бренд также принадлежит компании Mahindra. Сейчас модно подписывать всякие петиции. Давайте создадим петицию компании Mahindra, пусть и в Украине откроют тоже свой завод. Хорошее же авто делают. Я б купил, как говорится. На этом пока все. Спасибо, что смотрели и слушали. В следующий раз автоновости будут другими, но тоже интересными. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok